стали третьей партией в стране фракция обновилась на 51 с лишним процентом мы хотим обновление власти и мы хотим справедливости этот вопрос он стоит уже 150 с лишним лет мы сотрудничаем с институтами базового дохода мы будем за это бороться и дальше здравствуйте эта программа справедливости ради которой мы ее ведущие инна маркова и владислав павлов обсуждаем с гостями в студии самые актуальные темы и сегодня у нас в гостях секретарь президиума центрального совета партии справедливая россия патриоты за правду по политическим вопросам и первый заместитель руководителя фракции справедливой россии в государственной думе дмитрий геннадьевич гусев здравствуйте добрый день вы руководили вместе с валерием гартунгом избирательной кампании в государственную думу партии а как вы оцениваете эту кампанию результаты насколько повлияло слияние трех партий или справедливая россия готовы еще там мы просто ходит много разных слухов и сергей миронов там предлагает с дюгановым объединиться и так далее вот как бы вы сегодня оценили итоги этой избирательной кампании во первых кампании руководили мы втроем сергей михайлович миронов или рикадж гартунг и это раз второе в обществе в стране было два базовых больших запроса первый запрос это запрос на обновление второй был запрос запрос на справедливость по опросам в циома в конце прошлого года в начале этого года около двух третей жителей страны на вопрос что вы больше всего хотите в стране отвечали именно так мы хотим обновление власти и мы хотим справедливости две трети людей еженедельно сталкивались с несправедливостью и партия своей избирательной кампании ответила именно на эти два запроса когда мы объединялись три партии справедливая россия партия патриотов и партия за правду это и был ответ на запрос про обновление у нас сейчас в государственной думе фракция обновилась на 51 с лишним процент больше чем на половину это больше чем все остальные фракции в государственной думе второе у нас в списках партии на выборах государственной думы было сорок восемь процентов женщин это больше чем во всех остальных партиях но это такая позиция была партия или так случилось это запрос на обновление люди горят где новые лица мы горим так вот же они пожалуйста и это показало голосование что у нас больше половины новых депутатов это показали те списки которые мы представили 304 человека у нас было списках партии вот пожалуйста новые люди абсолютно другие с новыми идеями с другими взглядами и это люди известны эти это люди которые пришли со своими идеями со своей аудитории это захар прилепин и геннадий семигин и сергей михеев и значит стариков николай ну и многие другие боюсь кого-то не назвать это люди которые марина ким люди пришли со своей аудитории со своими идеями и говорят мы хотим это вместе с партией делать хотим реализовывать и вот получился такой результат результат партии на выборах мы стали третьей партии в стране за 15 лет а в октябре было 15 лет партии мы прошли большой путь от парламентской партии просто до 3 партии в стране это большая заслуга большая победа в этой избирательной кампании второй запрос на справедливость который был у людей он тоже реализовался когда мы поняли что люди хотят справедливости мы решили узнать а что люди понимают под словом справедливость и выяснили что первое что хотят люди это повышение зарплаты пенсии поэтому у нас в программе было несколько пунктов как раз об этом первое это справедливый базовый доход то есть ежемесячные выплаты каждому гражданину страны по 10 тысяч рублей второе у нас был за значит у людей был запрос на понижение пенсионного возраста это был тоже один из наших пунктов программа ну при монополизме одной партии в парламенте к сожалению вот они только показывают что них ничего не получается это это не так потому что у нас есть президент который нас слышит и те идеи которые мы говорили год назад президентом были услышаны включены в его послание и более того после выборов состоялась встреча президента с лидером партии сергея михалыча миронов как раз обсуждали базовый доход и президент сказал что он знает об этой идее и что его позиция в отношении помощи жителям страны такая же а именно адресная социальная помощь и мы эти позиции идем раскрою вам тайну мы сейчас подготовили уже почти законопроекту справедливым базовом доходе и мы его в самое ближайшее время в думу внесем а пенсионный возраст пенсионный возраст было голосование на ну две недели назад и пока пока дума проголосовала против возврата к старому пенсионному возрасту но ничего все же меняется стране стране меняется есть президент который является лидером партии единая россия и он слышит не только единая россия но и справедливую россию в том числе и он об этом сказал сам президент об этом сказал публично на встрече вот в сентябре месяце после выборов сергея михалыча миронов то есть вы считаете что на самом деле это возможно будет в этом созыве то что обещали выполнить и вернуть я считаю что мы будем за это бороться и дальше а получится бог даст чтобы получилось потому что коммунисты поддерживают эту идею я думаю что мы еще у нас много сторонних но вот как раз влад уже начал тему объединения если план на новое дальнейшее объединение давайте поговорим про объединение опять же сквозь призму вот запросов граждан и результатов выборов мы я считаю что мы нашу повестку справедливости навязали вообще на этих выборах если вы посмотрите навязали не хорошее слово но навязан он на виду навязали потому что мы были очень активными и нас услышали другие партии и включились в эту игру и программы большинства партий были как раз про справедливость если вы посмотрите программа коммунистов почти полная калька с нас программа единой россии на 70 процентов состояла из повышения различных льгот и пособий для граждан но если помните какие счеты висели у единой россии они были увеличим материнский капитал увеличим такое-то пособие чем тоже это полностью наша левая повестка левая повестка стала доминирующей на выборах в госдуму но левого поворота не случилось а это есть левый поворот он же происходит сначала в головах то есть люди считают что они действуют по своему плану но они уже в нашей власти они уже в левой повестке они уже думают о том как распределить имеющиеся блага потому что понимают что нет столько работы для людей ну просто и нет и становится меньше я приведу вам пример вот на кубани откуда я избирался доярка получает 80 тысяч рублей хорошая зарплата да отличная зарплата эта доярка сидит за компьютером и управляет вот машинной дойкой с помощью клавиш вопрос сколько человек раньше выполняли ту же самую работу пять теперь следующий вопрос а где оставшиеся четыре человека у них просто нет работы и они живут не в москве где можно найти работу не в краснодаре они живут в станице и это происходит по всей стране поголовная цифровизация люди не переезжают остаются просто на своем месте там где они жили но без работы и работы больше не становится что делать этим людям что делать государству ну конечно надо выплачивать эти деньги просто надо людям эти деньги платить и эту идею как ни странно поддержали в первую очередь не только левые и поддержали правы я поддержал кудрин ее поддержал греб президент в конце концов сказал что это этим путем надо двигаться то есть это вопрос ближайшего будущего не только в россии то вопрос ближайшего будущего мне кажется в мире потому что илон маск в августе месяце сказал что базовый доход это то к чему мир очень скоро придет то что работы меньше цифровизация наступает много-много-многие виды работ делают не люди компьютеры роботы но противники этого говорят что мы иждивенцев таким образом на плоде конечно это самое первое и самое стандартное объяснение ответа на этот вопрос пока нет более того его не было у карла маркса этот вопрос он стоит уже 150 с лишним лет когда карл маркс сказал о том что коммунизм это общество где от каждого по способностям каждому по потребностям вопрос как сделать так чтобы человек будучи частично обеспеченным частично потому что мы предлагаем 10000 это частично но не зажируешь не заживали конечно конечно не зажируешь как сделать так чтобы человек удовлетворив эти свои первичные потребности продолжал трудиться продолжал что-то делать не становился иждивенцы это сложный вопрос на это у маркса не был ответ и на это пока ищется ответ мы сотрудничаем с институтами базового дохода в италии в австрии там есть ученые которые продумывают рассуждают на связи кстати с нашими учеными из академии наук которые тоже нам помогают в этой экономической программе и но мы над этим работаем но я на искать какие-то творческие перспективные задачи просто должен человек перед собой ставить и в этом смысле развиваться он себя найдет чем занять если у него будет вот этот базовый доход но для понимаете для этого нужно еще не только усилия человека нужны государственные программы государственная система чтобы человек мог свои вот эти способности проявить причем конечно же он будет их проявлять через через компьютеры через интернет там и так далее то есть ему не придется идти у себя в городе каменск уральский например или там в станице кущевская идти в поле и значит тут там что-то там делать скорее всего он будет проявляться и проявлять свои способности через интернет через компьютеры вот через эти системы связи вы сказали что были услышаны и в том числе так сказать политическими партиями были услышаны большинством населения выборы это подтвердили были ли вы услышаны правительством насколько я знаю сейчас в ваших обязанностях как секретаря партии взаимодействие с правительством но у меня складывается ощущение что все что справедливая россия предлагает альтернативный бюджет еще какие-то законопроекты правительство просто вот на них не смотрит есть такая проблема но хочу вам сказать что есть и другой подход во первых этот эти вопросы они не решаются на трибуне государственной думы то есть одними выступлениями на фракции на комиссиях на комитетах на трибуне государственной думы это не решить поэтому мы пошли другим путем ну например у нас была закрыта встреча фракция с министром финансов антоном германовичем силуана как раз был разговор про наши большие стратегические задачи что делать с экономикой как наполнить бюджет и по этому поводу у нас тоже есть идея и как вот как идти к этому справедливым базовым доходом и встреча была закрытой мы договорились и в смене обсуждать но тем не менее мы начали вот такую вот системную работу сейчас у нас встреча состоялась голиков значит я думаю что с ней тоже такой диалог будем строить я имею ввиду социальным социальным блоком правительства по-другому не получится то есть это будет такой длительный рабочий процесс это не будут какие-то яркие моменты это выступление это не будет мгновенное решение это будет долгое вот такое вот обсуждение но вы с позитивом это смотрим по-другому не полну потому такие правила игры по-другому не получится у них есть свое мнение у правительства у нас свое мнение надо убеждать нужно этим заниматься и на это требуется время то что касается qr-кода сейчас в преддверии рассмотрения первом чтении этого законопроекта конечно многим депутатам да может быть даже практически всем избиратели пишут пишут письма пишут зажжу рослию вот и уже примерно одно и то же как вы рассматриваете вот эффективность вообще того что избиратели пишут депутатам как это может повлиять на процесс это влияет конечно это голос который слышит несколько тысяч человек написала в соцсетях по поводу того что не против но смотрите было два закона по qr-кодом один закон отложили был снят и это благодаря позиции партии справедливая россия за правду которая с самого начала заявила о том что мы против qr-кодов на транспорте ну давайте действительно посмотрим как можно ввести qr-коды на транспорте невозможно это организовать то что произошло ближайшие две недели в казани когда люди просто митинговали по этому поводу то что происходило в прошлом году если вы помните в москве когда люди не могли попасть метро тоже имея qr-коды но это невозможно организовать невозможно администрировать единственное что может быть возможно сделать сейчас это не продавать билеты на самолеты и поезда только тем кто продавать только тем у кого есть qr-коды но эта система тоже еще пока не запущен поэтому об этом говорить рано и неправильно второе это доступ людей с qr-кодами на в общественные места позиция партии тоже здесь однозначно у нас сейчас примерно 30 процентов людей не привиты не собирается принимать прививаться и не согласны с qr-коды не согласны больше но вот 30 процентов людей они принципиально стоят вот на анти такой позиции вся пропагандистская компания за qr-коды которая была она исчерпала себя можно еще сколько угодно долго заниматься пропагандой но невозможно сильно увеличить его число сторонников вот есть 30 процентов и мы не можем этих людей выкинуть на улицу сделать людьми второго сорта если мы перестанем куда допускать поэтому наша позиция такая есть люди их треть населения которым нужно сделать бесплатный за государственный счет пцр теста и тогда будет понятно если человек заболел срочно нужно вылечить изолировать от общества и дальше дмитрий геннадьч вот недавно была информация о пути не о том что компании которые проводят эти пцр тесты заработали сейчас боюсь ошибиться то ли 80 или 90 миллиардов рублей вы же наступаете на чей-то бизнес вы такой ну вот на этот бесплатный qr-коды это же как у кого-то вы писали пцр вернее уж кого-то лишите бизнеса так наоборот по моему не лишим наоборот на этот рынок поможет раздувая если бесплатный пцр то есть для граждан это же не бесплатно государство заплатит за государственный счет конечно вам тот же силуанов скажет денег нет деньги на это есть третий год государственный бюджет полтора триллиона рублей получает нераспределенных доходов бюджет то есть у нас денег больше чем мы можем потратить уже третий год от триллиона до полутора у нас профицит бюджета деньги на все это есть более того надо посчитать сколько мы тратим на лечение сколько мы сэкономим если мы будем своевременно и быстро людей вычислять я уверен что мы еще в прибыли останемся то что мы на лечение людей будем тратить меньше денег потому что мы будем диагностировать на ранней стадии мете если человека раз в неделю или два раза в неделю тестировать то мы сразу вычисляем болезнь сразу лечим в легкой форме он выздоравливает мы не тратим кучу денег на то чтобы он лежал в реанимации так далее поэтому здесь не прямая зависимость мы сэкономим деньги на лечение людей пандемии два года уже вот почему изначально никто не посчитал что это дешевле обойдется в китае так сделать нет я про россию пока прячем мы своим путем не все возможно в других странах тоже так не не сделали но надо просто пробовать надо надо взять какой-нибудь регион пилота ну например давайте попробуем посмотрим как это будет работать я думаю что было бы желание а есть именно об этом будем убеждать завтра законопроект уже какой-то если касательно вот бесплатно мы внесли сейчас поправки в этот законопроект во первых мы настаиваем на том чтобы qr-коды получали не только люди привившие привиты но и те у кого высокие титры те кто переболел раз второе мы зато чтобы расширить вот эту линейку медотводов чтобы не было ну того что человеку нужно медотвода ему специально не дают медотвод за то чтобы шире было это линейками тонн мы зато чтобы тот человек если он вдруг привился иностранной вакциной на иностранную вакцину тоже был выдан наш qr-код это тоже нормально но если человеку нужно за границу наши прививки там не приняты то что ему нужно две прививки что ли ставить смешно или человек привился там он приехал сюда что еще одну прививку дождь по-моему там владимир больше 7 раз привился уже ничего владимир вольфович он один а жители стране 150 миллионов мы законы принимаем для всей страны логично если посмотреть чуть вперед у нас выборы и в двадцать втором году и в двадцать третьем в двадцать четвертом партия 25 и 26 каждый год партия всегда принимает участие но вот в связи с обновлением связи с объединением как так и поменяется стратегия партии на этих выборах в органы местного сооружения только одна мы должны стать третьей партии не только в государственной думе и только на федеральном уровне но и на региональном и на место а это значит мы должны в каждом регионе где будут выборы получить голосов получить депутатов больше чем у нас есть сейчас вот это главная стратегия ну а как ее реализовать вот этот запрос на справедливость сработает ну во первых у нас есть мощная то что мы делаем в государственной думе это реализация наших предвыборных обещаний за этот год я уверен что все что мы обещали будут реализованы в законах и все эти законы они будут продолжены и дальше на региональном уровне и это и есть то есть наша политика и это и приведет нас победе конечно запрос на справедливость прежде всего самый главный запрос у людей две трети жителей страны еженедельно сталкиваются с несправедливостью это на справедливость везде магазины где их могут обвешать где вы посмотрите сколько скандалов сейчас магазины там людей без QR кодов не пускают в некоторых регионах это люди сталкиваются в больницах например где им оказывают некачественную медицинскую помощь или вообще ее не оказывают такое тоже бывает когда человека специально не берут больницу со сложными диагнозами чтобы но не портить там статистику или еще и вот об этом мы будем говорить всей партии особенность будет состоять в том что мы хотим здесь на федеральном уровне провести единую кампанию при помощи прежде всего депутатов государственной думы которая будет помогать вот этим множеству региональных компаний у нас 8 значит загсобраний у нас 11 столичных центров избирает свои городские думы и у нас 15 по-моему или уже 16 губернаторских выборов то есть в принципе это примерно 40 процентов территории страны половина почти будет охвачен избирательными компаниями и мы кроме помощи нашим регионам будем вести здесь полноценную такую федеральную кампанию направленную на все регионы но в первую очередь на те те регионы где будет выбор ну понятно что а если отлично регионы лидеры да например это на этой думской компании очень хорошо ярославская область показала результат да но я к примеру говорю там были какие-то еще наверное регионы вот но понятно что люди смотрят вот губернатор от справедливой россии он работает так помнится в свое время у нас были партийные министры да там делили портфели по партиям как то вот так где люди могут увидеть результат где люди могут понять что действительно партия справедливая россия за правду этот это их выбор как где законах которые мы вносим и которые мы принимаем поправках законах которые мы принимаем в работе конечно наши губернаторов у нас есть губернатор ромской области у нас есть губернатор чуваши вот в законах в региональный парламент который у нас есть это все то что то где люди видят работу результаты своего голосования это что партия остается было остается парламентской партии и увеличивает укрепляет свою позицию говорит о том что вы правильно делаем и правильно работа что мы на стороне людей прежде всего на стороне справедливости трудно с этим поспорить остается только пожелать успеха вам на посту секретаря партии по политическим вопросам в этих избирательных кампаниях практически да на полстраны эти кампании в двадцать втором году будут развернуты пожелать удачи кандидатам от партии на этих выборах и здоровья конечно не болейте вы и ваши коллеги вот ваш труд очень нужен на самом деле чего про здоровье заговорили в конце за победу спасибо это да не только мне это всему всей партии нужно желать победы победы и здоровья да и вам в том числе и с наступающим новым годом спасибо и вам наши зрители тоже здоровье пишите обязательно оставляйте комментарии под этим видео предлагайте новые темы и до встречи до свидания субтитры сделал DimaTorzok